Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Боротынский. Стихи 1833-1834 годов. Часть 2. Мадонна. Свою душой унывала, терпеньем, скудея, на Бога роптала. Не плачь, не кручинься ты, солнце мое, тогда утешала старушка ее. Не плачь, переменится доля крутая, придет к нам на помощь Мадонна святая. Далик ее веру в тебе укрепит, смотри, как приветно с холста он глядит. Старушка смиренная, с речью такою, бывало, крестилась дрожащей рукою. И с теплую верою в сердце простом она с умиленным и кротким лицом на живопись темную взор подымала, что угол в лачушке без рам занимала. Но больше и больше нужда их теснит, дочь плачет, старушка свое говорит. С утра по руинам бродил любопытный, забылся, красе их девясь, ненасытный. Кров нужен ему от полдневных лучей, стучится к старушке, и входит он к ней. На лавку садился пришлец утомленный, но вспрянул, картиною вдруг пораженный. Божественный образ! Чья кисть эта? Чья? О, как не узнать мне! Карреджий! Твоя! И в хижине этой творенье таится, которым и царский дворец возгордится. Старушка, продай мне картину свою, тебе за нее я сто пьястров даю. Сеньор, я бедна, но душой не торгую, продать не могу я икону святую. Я двести даю, согласись опродать. Сеньор, сеньор, бедность, грешно искушать. Упрямство не мог победить он в старушке, осталась картина в убогой лачушке. Но вскоре потом по Италии всей летучая весть разнеслась о ней. К старушке моей гость за гостем стучится, и дверь отворяя, старушка, девица. За вход она малую плату берет и с дочкой своею безбедно живет. Прекрасно и чудно, о, вера живая! Тебя оправдала, Мадонна святая! О, верь, ты, нежная, дороже славы мне! Скажу ли, мне иногда докучно вдохновенье, Мешает мне его волненье дышать любовью в тишине. Я сердце предаю сердечному союзу. Приди, мечты мои рассей, Ласкай, ласкай меня, о, друг души моей, И покори себе бунтующую музу. К. А. Тимашовой Вам все дано с щедротою пристрастной, Благоволительной судьбой. Владеете вы лирой сладкогласной И ей созвучной красотой? Что ж грусть поет блестящая певица? Что ж томны взоры красоты? Печаль, печаль, души ее царица, Владычице ее мечты. Вам счастья нет? Или на одно мгновенье Блеснувший луч его погас? Но счастлив тот, кто слышит ваши пенья, Но счастлив тот, кто видит вас. Где сладкий шепот моих лесов? Потоков ропот, цветы лугов, Деревья голы, ковер зимы Покрыл холмы, луга и долы. Под ледяной своей корой Ручей немеет, все цепенеет. Лишь ветер злой бушуя воет И небо кроет седою мглой. Зачем, тоскуя, в окно слежу я Метели лед, любимцу счастья Кров от ненастья оно дает. Огонь трескучий в моей печи, Его лучи и пыл летучий Мне веселят беспечный взгляд. В тиши мечтаю перед живой Его игрой, и забываю я Бури, вой. О провиденье, благодаренье Забуду я и дуновенье бурь бытия. Скорбя душою в тоске моей Склонюсь главою на сердце к ней. И под мятежной метелью бед Любовью нежной ее согрет. Забуду вскоре крутое горе, Как в этот миг Забыл природы гробовый лик И непогоды Мятежный крик. Своенравное прозвание Дал я милой в ласку ей, Безотчетное создание Детской нежности моей, Чуждо явного значения, Для меня оно символ Чувств, которым выраженья В языках я не нашел. Вспыхнув полную любовью И любви посвящено, Не хочу, чтоб суисловью Было ведомо оно, Что в нем свету. Но сомненье, Если дух ей замутит, О, его в одно мгновенье Это имя победит. Но в том мире, За могилой, Где нет образов, Где нет для узнания Друг мой милый Здешних чувственных примет, Им бессмертие я привечу, Им к тебе воскликну я, И душе моей навстречу Полетит душа твоя. Запустение. Элегия. Я посетил тебя, Пленительная сень, Не в дни веселые Живительного мая, Когда зелеными ветвями Помывая, Манишь ты путников В свою густую тень, Когда ты веешь ароматом Тобою бережно Взлелеенных цветов, Подочарованный твой кров Замедлил я Моим возвратом. В осенней ноготе Стояли дерева, И неприветливо чернели, Хрустела под ногой Морозная трава, И листья мертвые, Волнуясь, Ошумели, С прохладой Резкою дышал, В лицо мне Запах увяданья, Но не весеннего Убранства я искал, А прошлых дней Воспоминания. Душой задумчивый Медлительно я шел С годов младенческих Знакомыми тропами, Художник опытный Их некогда провел. Увы, Рука его изглажена Годами, Стези заглохшие Мечтаешь, Пешеход случайно протоптал, Сошел я в дол Заветный, Дол Первых дум Моих лелеятель Приветный, Пруда знакомого Искал красивых вод, Искал прыгучих вод Мне памятной Каскады. Там, Думал я, К душе моей Толпою полетят Виденья прежних дней. Вообще! Лишенные Хранительной преграды Далече воды Утекли, Их ложе Поросло Травою, Приют Хозяйственный В нем Улье Обрели, И легкая Тропа Исчезла Предо мною. Ни в чем Знакомого Мой взор Не обретал, Но вот По-прежнему Лисистым Косогором Дорожка Смелая Ведет меня, Обвал Вдруг Поглотил Ее, Я Стал И Глубь Нежданную Измерил Грустным Взором, С Недоумением Искал Другой Тропы, Иду я, Где Беседка Тлеет, И в Прахе Перед ней Лежат Ее Столпы, Где Остов Мостика Дряхлеет, И ты, Величественный Грот, Тяжелокаменный, Постигнут Разрушеньем И угрожает Уж паденьем Бывало В летней Зной Прохлады Полный Свод. Что ж, Пусть Минувшее Минуло Сном Летучим, Еще Прекрасен Ты, Заглохший Элизей, И Обаянием Могучим Исполнен Для души Моей. Он Не был Мыслью, Он Не был Сердцем Хладен, Тот, Кто Глубокой Неги Жаден, Их Своенравный Бег Тропам Сим Указал, Кто, Преклоняя Слух К мечтательному Шуму, Сих Кленов, Сих Дубов В душе Своей Питал Ему Сочувственную Думу, Давно Кругом Меня О нем Умолкнул Слух, Прияла Прах Его Далекая Могила, Мне Память Образа Его, Не Сохранила, Но Здесь Еще Живет Его Доступный Дух, Здесь, Друг Мечтанье И Природой, Я Познаю Его Вполне, Он Вдохновением Волнуется Во мне, Он Славить Мне Велит Леса, Долины, Воды, Он Убедительно Пророчит Мне Страну, Где Я Наследую Бессмертную Весну, Где Разрушения Следов Я Не Примечу, Где В сладостной Сине Невянущих Дубров, У Нескудеющих Ручьев, Я Тень Священную Мне Встречу. Последний Поэт Век Шествует Путем Своим Железным В сердцах Корысть И Общая Мечта Час От Часу Насущным И Полезным Отчетливей Бесстыдней Занята Исчезнули При свете Просвещенья Поэзии Младенческие Сны И Не О ней Хлопочут Поколенья Промышленным Заботам Преданы Для Ликующей Свободы Вновь Эллада Ожила Собрала Свои Народы И Столицы Подняла В ней Опять Цветут Науки Дышит Роскошь Блещет Вкус Но Не Слышны Лиры Звуки В Первобытном Рае Муз Блестит Зима Дряхлеющего Мира Блестит Суров И Бледен Человек Но Зелены В Отечестве Амира Холмы Леса Брига Лазурных Рек Цветет Парнас Пред ним Как в Он и годы Кастальский Ключ Живой Струею Бьет Последний Сын Оттической Природы Возник Поэт Идет Он И Поет Воспевает Простодушный Он Любовь И Красоту И Науки Им Ослушной Пустоту И Суету Мимолетные Страдания Легкомыслием Целя Лучше Смертный В Дни Незнания Радость Чувствует Земля Поклонникам Ураньи Холодной Поет Увы Он Благодать Страстей Как Пажите Эол Бурнопогодный Плодотворят Они Сердца Людей Живительным Дыханием Развита Фантазия Подъемлется От них Как Некогда Возникла Афродита Из пенистой Пучины Вод Морских И Зачем Не Предадимся Снам Улыбчивым Своим Жарким Сердцем Покоримся Думам Хладным А не Им Верьте Сладким Убежденьям Вас Ласкающих Очес И Отрадным Откровеньям Сострадательных Небес Суровый Смех Ему Ответом Персты Он На струнах Своих Остановил Сомкнул Уста Вещать Полуотверсты Но Пред Толпой Главы Не Преклонил Стопы Свои Он В мыслях Направляет В безлюдный Край В немой Углушь Оно Шумит Оно Перед Скалой Левкада На ней Певец Неясной Думы Полн Стоит В очах Блеснула Вдруг Блес 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 Тает Уж Я Привык Грустить В тиши Не Знаю Чувства Я Другого В Отсвете Самых Пылких Лет Все Испытать Душа Успела И На челе Печали След Судьбы Рука Напечатлела Продолжение следует